Пожар в Новохоперском интернате Воронежской области, произошедший в ночь с 12 на 13 декабря, трагедия. Как выяснилось, она стала следствием ряда ошибок, как пожарных, так и персонала соцучреждения. Но еще это повод предусмотреть все нюансы и впредь не допустить подобного. Во вторник в Ивановском районе прошли масштабные учения. Объект – психиатрическая больница Богородская. По легенде, возгорание произошло в этом корпусе в процедурном кабинете на первом этаже. Это здание на два отделения, мужские оба отделения, отделение номер 13 и номер 14. В каждом отделении 65 коек мужских. Сигнал о пожаре поступает на пульт диспетчера автоматически, как только датчики реагируют на дым. Задача персонала до приезда спасателей – обеспечить быструю эвакуацию пациентов. Уложиться нужно в три минуты. Осложняется ситуация тем, что многие больные плохо передвигаются. Есть и вовсе лежачие пациенты. Их эвакуируют из условно горящего здания на носилках. Буквально через пару минут после того, как последний человек покидает корпус, на место прибывают пожарные расчеты. Их задача – быстро логализовать очаг возгорания. Координируется работа всех подразделений в оперативном штабе. 101 информацию слышал. В отличие от Воронежского интерната, здание психбольницы Богородска имеет вторую степень огнестойкости. Оно кирпичное, перекрытие здесь не из дерева, а из железобетона. А значит, огонь несложно победить при своевременных и слаженных действиях пожарных. Так, грамотно и четко сотрудники МЧС саботали в ходе этих учений. И действия персонала огнеборцы также оценили положительно. Персонал справился в полном объеме. То есть, был организован в взаимодействии со штабом. Были своевременно предоставлены списки эвакуированных. Корпус был своевременно обесточен. Также в процессе отработки все вопросы, которые ставились, были решены. Учения завершились, но работа с подобными объектами соцсферы продолжится. Госпоженадзор по Ивановской области ежедневно проверяет здание на соответствие нормам. Инструктирует персонал. В данном случае предупреждение катастрофы не перестраховка, а реальный способ избежать человеческих жертв. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.